Приветствую вас. Видите ли, первое, что вам я хочу сказать, это то, что вы чрезмерно, чересчур сильно растворяете в своем молодом человеке. То есть вы ему пишете первое, вы, как я понял, предлагаете ему встречаться, опять же, первое, а у вас происходит вот такая ситуация, что вы постоянно инициатор встреч и инициатор диалогов. Тогда как парень ваш, он, ну, как и любой мужчина, хочет, наверное, сам как-то проявлять инициативу, а вы, как бы, эту инициативу просто принимаете и все. Смотрите, вы пишете, что Патахана, как дело подходит уже к этому самому дню, у него дела, значит, соответственно, это означает, что мужчина свои приоритеты расставляет так, что вы не в числе первых его, вы не в числе его приоритетов главных, основных. И хорошо ли это, плохо ли это, не столь важно. Важно, что так оно и есть. И вам это нужно принять, что на данный момент мужчина меньше всего заинтересован в том, чтобы быть с вами, чтобы встречаться с вами. Мужчина это не считает чем-то важным. Почему? Потому что, либо он не боится вас поперять, знает, что вы все равно будете с ним, знает, что вы все равно ему напишете, все равно ему позвоните, все равно дадите о себе знать и зачем в таком случае ему самому что-то делать. А встречи, встречи же, для него просто-напросто не интересны, потому что, ну, опять же, мужчина вам не дорожит. Как вот это вот, как это мне показалось, исходя из того, что вы, значит, написали в своем сообщении. Либо у мужчины просто-напросто нет к вам больше чувств. И все. И в таком случае вам нужно понять, что ваши отношения, они по сути дела закончились, потому что мужчина, не испытывая к вам чувств, ну, формально, практически и так далее, не испытывая к вам чувств, мужчина не может принять тот факт, что, как бы, ну, больше у вас ничего нет с ним общего. И он не может это принять, и из-за этого у вас вот так вот все это длится, из-за этого у вас вот так вот все это и происходит. И потому, потому я очень рекомендую вам заняться по большому счету собой в большей степени. То есть, больше времени уделяйте себе. Старайтесь заниматься именно тем, что вы хотите, что вам нравится, что вам интересно, что вам самой хочется делать и так далее, и так далее, и так далее. Это куда более важно, чем то, что вы делаете сейчас. Вы себя ставите в зависимости от него. Это не есть хорошо. Это не есть правильно. Для вас, опять же. А вы-то, если будете дальше двигаться в таком же духе, то, ну, в конце концов, вы просто однажды узнаете, что мужчина там, например, встречается с кем-то другим, а что вы ему либо неинтересно уже, либо просто как запасной вариант. Вот. Я не думаю, что вам этого хочется. Поэтому вот постарайтесь, пожалуйста, этот аспект для себя определить и постарайтесь его принять. То есть, я не говорю, что вы обязательно, значит, как бы расстанетесь. Нет. Я не говорю, что вы обязательно расстанетесь. Может быть, у вас будет все хорошо, но необходимо понять, что вот так, как сейчас у вас происходит все, как сейчас вы себя в отношениях ставите, вот именно как сейчас, если вы будете продолжать себя так сами, то ваши отношения будут строиться так, как удобно только, значит, вашему мужчине. И все. Больше, ну, вряд ли, что-то еще будет. И вот этот момент вам необходимо для себя понять. Этот момент вам необходимо для себя узнать. А после этого, после того, как вы вот это вот постараетесь понять, постарайтесь подумать. А что вам, по сути, это дело мешает? Что вам мешает заниматься собой? Что вам мешает не писать ему? Что вам мешает, там, общаться с другими мужчинами, если у него постоянно дела? Вот. То есть, вот этот момент нужно понять, что мешает. А мешает, скорее всего, значение. Вот, значение для вас, молодого человека. Значение. Ваше значение. То есть, то, как вы воспринимаете своего молодого человека. Как он вам видит. И вот этот аспект, данный аспект, если мы говорим именно о том, как мужчина вам видится, его необходимо прорабатывать. Потому что, если у вас чрезмерное значение этого человека, и значение явно большее, чем вас для него, то возникает подобная разница в восприятии друг друга, и отсюда важная неудовлетворенность. Постоянное, по сути дела. Вот. Поэтому, значит, старайтесь больше прислушиваться к себе. Занимайтесь, по большому счету, собой. Вам нужно более трепетно, более ценностно относиться к себе, потому что, ну, вот, мужчины, как он к вам относится, это откровенное обесценивание вас, и вот, нужно выяснить, почему вы позволяете так, собственно, себя обесценивать. То есть, какая потребность, потребность ваша вас заставляет так себя вести. Это именно потребность, это именно надежда что-то от человека получить для себя. Или это страх, значит, сомнения в себе относительно того, что, например, вы можете там, допустим, больше никого не встретить, больше никого не полюбить, или что вы там никому больше не нужны. То есть, вот такие вот мысли о неуверенности в себе вам могут мешать. Поэтому, резюмировав, что я сказал, я отвечаю на вопрос, что вам делать, я скажу так, вам нужно больше думать о себе, и меньше думать о мужчине. Если он хочет быть с вами, то он обязательно даст о себе знать выше, своим отношением к нему, своим поведением к нему, по сути дела присытили его своим обществом, и из-за этого у вас ведь у вас имеет место быть то, что имеют. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. И причина всего этого, всей этой ситуации не в мужчине, не в том, что он не хочет с вами встречаться, а причина всей этой ситуации в том, что вы поставили себя в отношении с ним так, что вот подобное поведение с его стороны, оно является как бы совершенно нормально, совершенно приемлемо, и так далее. не нужно позволять человеку так к себе относиться. Если он две встречи пропустил, значит, скорее всего, он не хочет. Если он не хочет, значит, вам это тем более не надо. И вы, я уверен, достойны большего, чем мужчины, которые вас постоянно отодвигают на чуть ли не последнее место. А то есть он скучает, это опять же нежелание, его нежелание признавать то, что у вас, например, все закончилось, и нежелание вас отпускать, опять же, по той причине, что все мужчины, по большому счету, собственники. И, ну, и женщины тоже бывают, конечно, собственницы. Вот. Ну, у мужчин это, просто более ярко проявляет, на мой взгляд. Поэтому, вот, так, я думаю, вам можно ответить. Готовы вы это делать? Готовы вы разбираться в себе? Готовы вы смотреть вместе с психологом, что именно доставляет вас следовать такому поведению, и принимать такое отношение к себе, это зависит от вас. Если готовы, можно будет доработать, необязательно со мной, над тем, чтобы вас сделать более самостоятельной, более уверенной в себе, более любящей себя. Вот. Ну, а если не готовы, если нет возможности, то тогда просто-напросто, ну, вот, примите как данность, что вам нужно перестать обращать на него всяческое внимание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.